Пожарный катер выдвигается по одному из маршрутов патрулирования лесного фонда. Однако не успев приступить к дежурным обязанностям, бригада принимает вызов от диспетчера. Лесной пожарной охране поступил вызов от задымления на острове. Естественно, наземная техника не имеет возможности туда подобраться. Поэтому, развивая скорость до 42 км в час, пожарный катер выдвинулся по Сухой Самарке в южном направлении. Нам сейчас поступило сообщение о задымлении в районе поселка Кресты. На островах находятся леса пойменные. Вот мы сейчас туда едем удостовериться, есть ли там изгнамление или нет. Катер полностью подготовлен и укомплектован всем необходимым, чтобы потушить пожар в одиночку или сдерживать его до прибытия основных сил. Оснащен он водопомпой, там в средней части стоит. Внизу идет трубопровод, подает на лафет. В основном он приобретался для того, чтобы осуществлять тушение на островах. Дым заметен уже издалека. Члены экипажа высаживаются и, пройдя вглубь, видят открытое пламя. Лесники передают информацию в управление и оперативно раскладывают пожарные рукава, подсоединяя к лафетному стволу. А также достают противопожарные ранцы. Чтобы не оставаться на месте, мы со съездочной группой тоже решили принять участие в тушении пожара. Пожара хватило сразу несколько участков. Кроме того, успели сгореться и деревья у основания ствола. Капитан работает пожарным шлангом, забирая воду с помощью помпы, установленной на катере. Пламя очень быстро распространяется, особенно по траве. Не успеваешь потушить, она тут же продолжает дальше идти. К счастью, на территории не так много деревьев и пожар не завоев. Но из-за сухой травы нужно аккуратно работать по кромке, не давать пламени распространиться. Спустя время огонь все же удается остановить. Пожар локализован, остались небольшие головешки на площади пожара. И нужно будет их дотушить, чтобы в дальнейшем при усилении ветра пожар не смог распространиться. Позже на место прибывает бригада, сформированная из работников Новокубишевского и Чапаевского лесничеств. И продолжает тушение. Когда опасность миновала, главный лесничий определяет площадь пожара по навигатору и получает данные от управления. Мы находимся, точка, вот здесь сейчас скрепка, центр возгорания, вот с обредельной территории пожару. Наши границы, вот они заштрихованные. Рядом находится квартал 33 Волжского лесничества, Новокубишевского участкового. Это поймная часть лесничества. Площадь пожара составила 5700 квадратных метров. Выясняется, что огонь возник на сопредельной территории и до лесного фонда дойти не успел. Соответственно, ущерба ему не нанес. Устойчиво прогорела подсилка, подсилка сухая. Территория подвержена затоплению. То есть, сюда намывает и камыш, и ветки, и все, что идет с воды. Но, тем не менее, с ним оперативно справились сотрудники, не допустили перехода огня на земли лесного фонда. Общая площадь Волжского лесничества составляет более 34 тысяч гектаров. На 2023 год существует 34 наземных маршрута патрулирования и 3 водных. Пожарный катер, который приобрели в рамках нацпроекта «Экология», совместно с сотрудниками лесничества, регулярно выходят на мониторинг территории в соответствии с графиком. Судно рассчитано на 8 человек и содержит необходимый противопожарный инвентарь, оборудование и экипировку, а также может использоваться для эвакуации людей. Вопросы экологии находятся под личным контролем губернатора Дмитрия Азарова. Всеволод Кукарев, Бахтиер, Каландаршоев. Новости губернии. Новости губернии.